МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале. Красная линия. Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. 38 школ в настоящее время делается капитальный ремонт. Я сегодня о текущем не говорю. Они делаются все. И 15 школ строятся. Иркутская пиццелетка в действии. Объемы социального строительства рекордные за последние 30 лет. Мы разработали схему такую, при которой национализация, возможно, в определенных случаях и произвола в этом вопросе быть не должно. Навести порядок. Фракция КПРФ в очередной раз внесла на рассмотрение Госдумы закон о национализации. Сегодня вопрос один. Как бы освободиться от тех людей, кто уже физически работать не может, и сразу бы их на кладбище сопроводить? Россия не для власти, как чемодан без ручки. Заботиться хлопотно, а выбросишь, кто-нибудь подберет. Как долго граждане страны будут терпеть? Назад в СССР. В этом году темпы социального строительства в Иркутской области вышли на уровень времен Советского Союза. Сдаются сотни отремонтированных и новых объектов. Это школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные и культурные сооружения. Слово Кириллу Викторову. Хоть на дворе и декабрь, но в городе зима празднуют 1 сентября. Здесь после капремонта открыли школу номер один. В здании 1972 года постройки ни разу не было серьезного ремонта. Решение, которое я принял три года назад о капитальном ремонте, оно выполнено не просто в срок, а досрочно. За два года и три месяца эта школа была отремонтирована. Строители очень хорошо отнеслись ответственно к этой работе. Школа по контракту должна была 31 декабря. Вот мы сегодня ее пускаем. От прежнего здания остались только стены и проемы. В новой школе могут обучаться до 520 ребятишек. Общая стоимость работ составила более 127 миллионов рублей. Большая часть денег была выделена из областного бюджета. В школе два спортивных зала, лингофонный кабинет, музыкальный класс, кабинет изобразительного искусства, оснащенный специальными партами. Школа наконец-то отремонтирована. Мы очень ждали этого, потому что действительно в школе оставались только одни стены. И все, начиная от пола до самого потолка, в школе все новое. Напомним, в городе Зима в ноябре был сдан новый физкультурный комплекс. Начато строительство дома культуры. Объектом социальной сферы уделяется особое внимание во всей области. В настоящее время ведется капитальный ремонт 38 школ региона. Возводится 15 новых зданий. Таких темпов строительства и ремонта учреждений образования регион не видел последние 30 лет. Мы сделали очень серьезный, продуманный, пятилетний план развития Иркутской области, который начал осуществляться с 1 января 2019 года. Результат я вам могу сказать один, что если вот даже сравнивать количество социальных объектов, которые мы строим и ремонтируем, в 2015 году, когда я пришел, было 55 объектов, а сейчас 321. Вот сейчас в конце года, как всегда, бюджетный год, десятки и сотни объектов сдаются, и люди очень благодарны. Я думаю, что у всех жителей Иркутской области должна быть уверенность в будущем. Слюдянский район в Прибайкалье признан лучшим в области по темпам социально-экономического развития за минувший год. В рамках губернаторской программы здесь начато строительство школы на 725 мест, заложен фундамент нового культурного центра. А недавно открытая библиотека – по сути, современный образовательный центр. Развивается и сельское хозяйство. На местной ферме налажено производство молока высочайшего качества. Его будут поставлять в школьные и детсадовские столовые. Главный приоритет районного бюджета – его социальная направленность. Так, расходы на образование в этом году составили более 910 миллионов рублей. Их рост за три года – 328 миллионов. Стабильное развитие района обеспечивает принятый в области пятилетний план социально-экономического развития. Когда именно разложено, понятно, что будет через пять лет. И каждый год сам себя проверяя и спрашивая себя, выполнили ли ты вот это. Потому что если ты какой-то процент не выполнил, даже на следующем. Вот это дисциплинирует. И в любом случае пятилетние планы дисциплинируют любого руководителя. Мэр Слюдянки активно поддерживает губернатора Левченко. Его подпись стояла под письмом 700, в котором выражается протест против компании «Травли», развязанной в отношении руководителя при Ангаре в федеральных СМИ. Бюджет Слюдянского района ежегодно растет. Объем привлеченных средств из областного бюджета в этом году составил более миллиарда рублей. Я больше человек цифр. Я практик, я производственник больше. Все, что касается территории, ее благополучия, я здесь в выражении зародился, я, конечно, буду защищать, да? И если я вижу сегодня, какой у нас идет финансовый поток на территории, я как могу это на человека сказать плохо? Как я могу другим поверить, если я вижу цифры? Несмотря на информационную войну, которую ведут против Сергея Левченко центральные телеканалы, жители при Ангаре видят реальный результат. Их родная Иркутская область продолжает стабильно развиваться. Кирилл Викторов, Аркадий Медведев, Красная линия. Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы несколько законопроектов. Первый – о национализации. Коммунисты уверены, необходимо срочно навести порядок в этом вопросе. И особо подчеркивать, что законопроект о национализации имеет рамочный характер. Мы разработали схему такую, при которой национализация, возможно, в определенных случаях и произвола в этом вопросе быть не должно. Поэтому закон в принципе рамочный, он никого не принуждает, ни у кого ничего отбирать. Это не реквизиция, это не конфискация, это законная национализация. Есть необходимость национализировать, значит будет что-то национализировано. Нет необходимости, правительство будет спокойно сидеть и смотреть, и не трогать этот закон до поры до времени. Фракция КПРФ также внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Валентин Шурчанов обратил внимание журналистов на то, что это не первый вариант документа. Коммунисты разработали уже несколько вариантов законопроекта, но все они были отклонены парламентским большинством. Мы предлагаем, первое, за счет регрессивной шкалы работающего населения, имеющего низкие доходы, теряем порядка 71 миллиарда рублей. Но с другой стороны, введя прогрессивную шкалу на доходы высоких физических лиц, мы дополнительно бюджет получаем 1 триллион 200 миллиардов рублей. Валентин Шурчанов отметил, что в законопроекте нашли отражение положение программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни». В Дагестане опережающими темпами растут долги коммунальных предприятий, сообщил «Газпром Межрегионгаз». За 9 месяцев текущего года они увеличились более чем на 3 миллиарда рублей. Для сравнения, за аналогичный период по всей России долги за газ выросли на 6 миллиардов рублей. Коротко о других новостях в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Олега Панарьина, этот этап дублирует экзамен автошколы и отнимает много времени у сотрудников ГИБДД. Более 60% россиян заявили, что хорошо работать их мотивирует высокая зарплата. Это следует из исследования компании Headhunter. 34% опрошенных в качестве стимулов назвали удобный график и возможность карьерного роста. За год стоимость продуктов для салата «Оливье» выросла на 4,5%, сообщили в Росстате. Порция «Оливье» на семью из четырех человек сейчас стоит примерно 340 рублей. В новогодние праздники любимый россиянами салат будет еще дороже. В ЦИОМ вновь порадовал россиян оптимистичными результатами исследования. Социологи сообщили, что 50% граждан страны полностью довольны своей жизнью. Это максимальный показатель в уходящем году. Но поверить в такие цифры трудно. Социологи из неподконтрольных властей служб фиксируют резкий рост недовольства в обществе. Так, по подсчетам Левада-центра, 60% россиян считают возможным проведение в стране акции протеста. Тему продолжит Антон Кириллов. В ЦИОМ и Левада-центр одновременно публикуют абсолютно противоположные результаты опросов. По мнению наших экспертов, не стоит верить ни одному из них. В ЦИОМ государственная служба, Левада – независимый центр исследований. Но интересно как раз то, что их данные разнятся так кардинально. Во многом ответ на вопрос, он зависит от того, как он сформулирован и какая череда вопросов вообще присутствует в самом социологическом опросе или в социологической анкете. Поэтому часто можно повернуть данные соцопроса так, как это выгодно заказчику. Шесть лет падения доходов россиян привели к заметному обнищанию и росту скрытой агрессии. Когда треть населения страны не может себе позволить новую обувь на зиму, люди берутся за любую работу. Плохо, когда работы вообще нет и уровень безработицы в стране растет. Именно тогда люди выходят на улицы. Но готова ли власть их услышать? Власть скорее пойдет по пути полицейщины и закручивания гаек, чем по пути диалога с населением, диалога с гражданами. Поэтому это нужно понимать, к этому нужно быть готовым морально в первую очередь. И отдавать себе отчет в том, что, ну, как фраза Суворову приписывается, что штуки годятся для всего, только сидеть на них нельзя. Пенсионные, а следом и мусорные реформы показали, что власти нет дела до людей, когда речь заходит о прибыли. Людей, которые защищали, строили и поднимали страну. Впрочем, и страны уже давно нет, но люди-то остались. 44 миллиона пенсионеров, они тяжким бременем ложатся сегодня на тех, кто сидит вот там за Креблевскими башнями. Лишние люди. Как бы вот этих лишних людей оборовать, чтобы они, дожив до своих женщин и шестителей, там, мужчины там шестидцать пяти, сразу раз перекочевали дружно на кладбище. Вот и тогда, что называют свои проблемы, нынешняя власть решила для себя. На пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года, Геннадий Зюганов констатировал, что большинство россиян действительно ожидают массовых протестов, и многие готовы их поддержать. Если вы думаете, каким образом оценивают обстановку регионы, лучший регион 62% недовольных, это по отношению к власти, а так до 82, это означает предреволюционную ситуацию. Или меняете курс, или выгоняете свое правительство, или ситуация будет только накаляться. Накал неизбежен еще и потому, что либеральные полумеры загнали власть в тупик. Даже при смене политического курса жизнь в России не улучшится за несколько месяцев. Предстоит много работы, но подготовка и планирование уже проведены. Программа КПРФ «10 шагов к достойной жизни» успешно работает на многих предприятиях и в регионах. Осталось внедрить этот уникальный опыт по всей стране. Рост оборонных расходов НАТО лишь подтверждает обеспокоенность России расширением Альянса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни в какие гонки Москва ввязываться не будет. Напомним ранее, генсек НАТО Йенс Толтенберг сообщил, что страны Альянса намерены увеличить оборонные расходы в будущем году на 130 миллиардов долларов. Коротко о других новостях в мире. Двое сотрудников российского посольства в Германии объявлены персонами Нонграда в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в конце этого лета. В Генпрокуратуре Германии считают, что преступление могло быть совершено по заказу властей России. В Лондоне проходят акции против деятельности НАТО и президента США, которые в эти дни принимают участие в саммите Североатлантического Альянса. Демонстранты обвиняют НАТО в агрессии в странах Ближнего Востока и Латинской Америки. Крупнейший итальянский банк Юникредит объявил о планах в ближайшие три года закрыть около пяти сотен филиалов. По данным профсоюзов страны, без работы могут остаться около восьми тысяч сотрудников. Руководство банка надеется, что меры позволят сэкономить один миллиард евро. В эстонском городе Вимсми установили необычную новогоднюю елку. Она сделана из пустых пятилитровых пластиковых канистр из-под жидкости для мытья автомобильных стекол. Таким образом, автор инсталляции призвал людей задуматься над проблемами экологии. Заслуженная победа. Команда КПРФ по мини-футболу победила в двух матчах 1-8 финала Кубка России. Первая игра против саратовского «Газпром» «Трансгаза» закончилась со счетом 5-3 в пользу МФК КПРФ. Как отметили и сами спортсмены, и главный тренер, игра была непростая. Наши футболисты открыли счет только в конце первого тайма. Зато во втором матче 1-8 у противника не было ни одного шанса отыграться. Мини-футбольный клуб КПРФ победил с разгромным счетом 8-0. Эмоции зашкаливают. Даже побеждают. Матч 1-8 финала Кубка России по мини-футболу – это праздник не только для любителей спорта, но и для всех саратовцев. Команды Суперлиги не играли в городе уже много лет. Праздник мини-футбол, когда такие игроки известные, знаменитые, такая команда приезжает в наш город. Это для нашего города очень большое событие. Такого еще в Саратове в современной истории не было, со времен наших известных команд. По итогам двух матчей с командой «Газпром-Трансгаз-Саратов» мини-футбольный клуб КПРФ вышел в следующую стадию Кубка России. Первая игра четвертьфинала пройдет 8 декабря. Соперником команды КПРФ будет Норильский Никель. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok